Мам города выступлениями радуют одарённые дети. Как воспитать талантливого ребёнка не понаслышке знает Ольга Куксенкова. Её сын Николай знаменитый спортсмен, чемпион Европы и многократный чемпион страны по спортивной гимнастике. Ольга Дмитриевна и сама тренер. Признаётся, что всегда переживает, когда следит за выступлениями сына на соревнованиях. Болеем очень, переживаем, волнуемся и радуемся победам. Он взрослый человек, уже сам мне советы даёт. А какие советы? Ну как, мама сильно не волнуйся, не переживай, у меня всё получится, я стараюсь. На встрече мамам рассказали о том, чем живёт наш город и где их дети могут развивать свои таланты. Так, например, по статистике из 50 тысяч владимирцев от 5 до 18 лет 44 тысячи посещают кружки, секции, творческие студии и объединения. Во Владимире работает более 70 клубов по месту жительства. В этом году открылся Ледовый дворец. Кроме того, призами наградили победительниц городского фотоконкурса «Мамины счастливые мгновения». Его приурочили ко Дню матери. Поучаствовать могли все желающие. На конкурс прислали более 200 фотографий. В каждой работе маленькая история большого семейного счастья. В число лауреатов фотоконкурса вошла и Ольга Медведева. Её дочь Виолетта – постоянная участница волонтёрских экологических программ. Победительница конкурса «Вело-лето». Кстати, спортом увлекаются все члены их семьи. Детей с самого маленького возраста начали приучать к беговелам, к велосипедам. Это, конечно, совместные прогулки, совместное времяпрепровождение. Муж у меня вообще детей на велосипеде возит в садик. То есть сын сидит в кресле, а дочь уже сама ездит 3 километра до садика каждый день туда и обратно. И вообще мы ходим в походы с детьми. Правда, у нас сейчас третий ребёнок появился, сейчас это будет сложно. Они воспитывают настоящих чемпионов, художников и музыкантов, талантливых учёных и общественников, прославляющих наш город и область. Встреча с мамами одарённых детей города для руководства Владимира уже стала традиционной. Одна из главных задач – отметить тех, кем гордится город, и обсудить важные вопросы развития Владимира. И в учёбе, и в спорте, и в искусстве эти ребята стали лучшими. А, наверное, для каждой семьи это немаловажно. То есть поддержать своего ребёнка именно в самом раннем возрасте. Для того, чтобы потом мы получили и великих спортсменов, и великих театралов, и великих танцоров, певцов. Мы всегда гордимся нашими детьми. Но сегодня действительно такой момент, когда мамы, они же всё равно жители города Владимира. Им тоже и бытовые вопросы, и в школе, и в детских садах какие вопросы возникают. То есть любой вопрос, который их волнует, они могут задать и услышать ответ. Где во Владимире не хватает велодорожек? Как развиваются зоны отдыха? И можно ли сделать единый проездной билет для школьников на все виды транспорта? Все вопросы жительниц Владимира городские власти взяли на карандаш и дали ответы. Так, например, создание единых школьных проездных уже рассматривают в мэрии. Велодорожки вдоль Лыбецкой магистрали тоже стоят в плане. И будут оборудованы, как только появятся средства. Кроме того, власти города напомнили, что вскоре обновится парк Добросельский. И там будут предусмотрены всевозможные виды спортивных развлечений. Велодорожки в том числе.